У лукоморья дуб зелёный, Золотая цепь на дубе том, И днём и ночью кот учёный Всё ходит по цепи кругом. Идёт направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, Русалка на ветвях сидит, Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей. Измушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей, Там лес и долг видений полный, Там о заре прихлынут волны, На брег песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных, Чередой из вод выходят ясных, И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом Пленяет грозного царя, Там в облаках перед народом, Через леса, через моря Колдун несёт богатыря. В темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно услужит, Там ступа с бабою ягой Идёт-бредёт сама собой, Там царь Кощей над златом чахнет, Там русской духа, Там Русью пахнет. И я там был, И мёд я пил, У моря видел дуб зелёный, Под ним сидел, И кот учёный Свои мне сказки, говорил. А хочешь сказку о рыбаке и рыбке? Слушай. Жил старик со своей старухой У самого синего моря. Они жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, Старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, Пришёл невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, Пришёл невод с травой морскою. В третий раз закинул он невод, Пришёл невод с одной рыбкой, С непростой рыбкой золотою. Как взмолится золотая рыбка, Голосом молвит человечьим. Отпусти ты, старче, меня в море, Дорогой за себя дам откуп. — Откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года И не слыхал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую И сказал ей ласковое слово. — Бог с тобою, золотая рыбка, Твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, Гуляй там себе на просторе. Воротился старик ко старухе, Рассказал ей великое чудо. — Я сегодня поймал было рыбку, Золотую рыбку, непростую. По-нашему говорила рыбка, Домой в море синее просилась, Дорогою ценою откупалась, Откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с неё выкуп, Так пустил её в синее море. Старика старуха забронила. — Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки! Хоть бы взял ты с неё корыто! Наша-то совсем раскололась! Вот пошёл он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила, — Чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает, — Смилуйся, государиня рыбка! Разбронила меня моя старуха! Не даёт старику мне покою! Надобно ей новое корыто! Наша-то совсем раскололась! Отвечает золотая рыбка, — Не печалься! Ступай себе с Богом! Будет вам новое корыто! Воротился старик ко старухе, — У старухи новое корыто! Ещё пуще старуха бронится! — Дурачина ты, простофиля! Выпросил дурачина корыто! В корыте много ль корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке! Поклонись ей, выпроси уж и избу! Вот пошёл он к синему морю. Помутилося синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, — Чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает, — Смилуйся, государня рыбка! Ещё пуще старуха бронится! Не даёт старику мне покою! И избу просит сварливая баба! Отвечает золотая рыбка, — Не печалься! Ступай себе с Богом! Так и быть, изба вам уж будет! Пошёл он ко своей землянке. А землянке нет уж и следа. Перед ним изба со светёлкой, С кирпичную белёную трубою, С дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, На чем свет стоит, мужа ругает. — Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись! Поклонись рыбке! Не хочу быть чёрной крестьянкой! Хочу быть столбовой утворёнкой! Пошёл старик к Синему морю. Неспокойно Синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, — Чего тебе надо, старчи? Ей с поклоном старик отвечает, — Смилуйся, государня рыбка! Пуще прежнего старуха вздурилась! Не даёт старику мне покою! Уж не хочет быть она крестьянкой! Хочет быть столбовою дворянкой! — Отвечает золотая рыбка! — Не печалься! Ступай себе с Богом! Воротился старик к старухе. Что же он видит? Высокой терем! На крыльце стоит его старуха! В дорогой соболь ей душегрейке! Порчёвая на маковке кичка! Жемчуги огрузили шею! На руках золотые перстни! На ногах красные сапожки! Перед нею усердные слуги! Она бьёт их! За чупрун таскает! Говорит старик своей старухе! — Здравствуй, барни, сударня дворянка! Чай теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха! На конюшне служить его послала! Вот неделя, другая проходит! Ещё пуще старуха вздурилась! Опять к рыбке старика посылает! — Воротись! Поклонись рыбке! Не хочу быть столбовою дворянкой! А хочу быть вольную царицей! Испугался старик, взмолился! — Что ты, баба, белины объелась! Не ступить, не молвить не умеешь! Насмешишь ты целое царство! Осердилася пуще старуха! По щеке ударила мужа! — Как ты смеешь, мужик, спорить со мною? Со мною, дворянкой столбовою! Ступай к морю, говорят тебе честью! Не пойдёшь, поведут по неволе! Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, — Чего тебе надо, мно старче? Ей с поклоном старик отвечает, — Смилуйся, государыня рыбка! Опять моя старуха бунтует! Уж не хочет быть она дворянкой! Хочет быть вольную царицей! Отвечает золотая рыбка, — Не печалься! Ступай себе с Богом! — Добро будет старуха царицей! Старичок к старухе воротился. Что ж, пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вины. Заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража. На плечах топорики держат. Как увидел старик и испугался, В ноги он старухе поклонился. Молвил, — Здравствуй, грозная царица! Но теперь твоя душенька довольна! На него старуха не взглянула. Лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне. Старика вза шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала. Топорами чуть не изрубила. А народ-то над ним насмеялся. — По делам тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа наука! Не садись и не в свои сани! Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха. — Воротись, поклони за рыбке. Не хочу быть вольной царицей. Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в океане море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках. Старик не осмелился перечить, Не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, Видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, Спросила, — Чего тебе надобно, старче? Ей старик с поклоном отвечает, — Смилуйся, государня рыбка, Что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морской, Чтобы жить ей в океане море, Чтобы ты сама ей служила И была бы у ней на посылках. Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, Не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитая корыта. Негде в тридевятом царстве, В тридесятом государстве Жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, И соседям то и дело Наносил обиды смело. Но под старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить. Тут соседи беспокоить Стали старого царя, Страшной вред ему творя. Чтоб концы своих владений Охранять от нападений, Должен был он содержать Многочисленную рать. Воеводы не дремали, Но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, Глядь, он с востока ледит рать. Справят здесь, Лихие гости идут от моря. Со злости инда плакал царь Дадон, Инда забывал и сон, Что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге Обратился к мудрецу, Звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном Встал и вынул из мешка Золотого петушка. Посади ты эту птицу, Молвил он царю, На спицу. Петушок мой золотой Будет верной сторож твой. Коль кругом все будет мирно, Так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны Ждать тебе войны, Или набега силой бранной, Или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок Приподымет гребешок, Закричит и встрепенется, И в то место обернется. Царь скопца благодарит, Горы золота сулит, За такое удолжение, Говорит он в восхищении, Волю первую твою Я исполню, как мою. Петушок с высокой спицы Стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, Верный сторож, как сосна, Шевельнется, встрепенется, К той сторонке обернется, И кричит, Кири-ку-ку, Царствуй, Лежа на боку. И соседи присмирели, Воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон Дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, Петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон Страшным шумом пробужден. Царь ты наш, Отец народа, Возглашает воевода. Государь, проснись, беда! Что такое, господа? Говорит Дадон зевая. Ах, кто там, беда какая? Воевода говорит, Петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице. Царь-ку-кушку, Анна спицы, Видит, бьется петушок, Обратившись на восток. Медлить нечего. Скорее, люди на конь, Эй, живее! Царь к востоку войско шлет. Старший сын его ведет. Петушок угомонился, Шум утих, И царь забылся. Вот проходит восемь дней, А вот войска нет вестей. Было ли, не было ли сраженья? Нет дадону донесенья. Петушок кричит опять, Кличит царь другую рать. Сына он теперь меньшого, Шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова восемь дней проходят. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, Царь скликает третью рать. И ведет ее к востоку, Сам, не зная, быть ли броку. Войско идут день и ночь, Им становится ни в мочь, Ни побоища, ни стана, Ни надгробного кургана Не встречает царь дадон. Что за чудо, мыслит он? Вот восьмой уж день проходит, Войско в горы царь приводит, И промеж высоких гор Видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, Вкруг шатра, В ущелье тесном, Рать побитая лежит, Царь дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына, Без шеломов и без лад, Оба мертвые лежат. Меч он зипший друг во друга, Бродят кони их средь луга, По протоптанной траве, По кровавой мураве. Царь завыл, Ох, дети, дети, Горе мне попались в сети, Оба наши сокола, Горе смерть моя пришла. Все завыли за дадоном, Застонало тяжким стоном Глубь долин, И сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, И девица, Шамаханская царица, Вся сияя, как заря, Тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, Царь умолк, Ей глядя в очи, И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей. И она перед дадоном Улыбнулась, И с поклоном Его за руку взяла, И в шатер свой увела. Там за стол его сажала, Всяким яством угощала, Уложила отдыхать На парчевую кровать. И потом неделю ровно, Покорясь ей безусловно, Околдован, восхищен, Пировал у ней до дона. Наконец, и в путь обратный, Со своей усилой ратной, И с девицей молодой, Царь отправился домой. Перед ним молва бежала, Были, не были, разглашала. Под столицей близ ворот, С шумом встретил их народ, Все бегут за колесницей, За дадоном и царицей. Всех приветствует дадон. Вдруг в толпе увидел он В сорочинской шапке белой, Весь, как лебедь, посиделый, Старый друг его, скупец. А здорово, мой отец, Молвил царь ему, что скажешь, Путь поближе, что прикажешь. Царь, ответствует мудрец, Разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу Обещался мне, как другу, Волю первую мою Ты исполнить, как свою. Подаришь ты мне девицу, Шамаханскую царицу. Крайне царь был изумлен. Что ты, старцу молвил он, Или бес в тебя ввернулся, Или ты с ума рехнулся, Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, Но всему же есть граница, И зачем тебе девиться? Полно, знаешь ли, кто я, Попроси ты от меня Хоть казну, хоть чин боярской, Хоть коня с конюшней царской, Хоть полцарства моего? Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу, Говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. Так лих же нет, Ничего ты не получишь, Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока, Оттащи тебя старика. Старичок хотел заспорить, Но с иным накладно вздорить. Царь хватил его же злом, По лбу, тот упал ничком, Да и дух вон. Вся столица содрогнулась, А девица, хи-хи-хи, Да ха-ха-ха, Не боится знать греха. Царь, хоть бы встревожен сильно, Усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, И в глазах у всей столицы Петушок спорхнул со спицы, К колеснице полетел, И царю на темя сел. Встрепенулся, Клюнул в темя И взвелся. И в то же время С колесницы Пал до дон. Охнул раз, И умер он. А царица Вдруг пропала, Будто вовсе не бывало. Сказка ложь, Да в ней намек, Добрым молодцам Урок. Царь с царицей упростился, В путь дорогу снарядился, А царица у окна Села ждать его Одна. Ждет, Пождет С утра до ночи, Смотрит в поле, Индоочи Разболелись Глядючи С белой зори До ночи. Не видать Милого друга, Только видит, Вьется вьюга, Снег валится На поля, Вся белешенька Земля. Девять месяцев Проходит, С поля глаз Она не сводит. Вот сочельник Самый В ночь Бог дает Царице Дочь. Рано утром Гость желанный, День и ночь Так долго жданный, Издалече Наконец Воротился Царь-отец. На него Она взглянула, Тяжелешенько Вздохнула, Восхищения Не снесла И к обедне Умерла. Долго Царь был Неутешен, Но, как быть, И он Был грешен. Год Прошел, Как сон Пустой, Царь Женился На другой. Правду, Мол, Ведь молодица Уши впрямь Была Царица. Высока, Стройна, Бела И умом, И всем Взяла. Но зато Горда, Ломлива, Своенравна И ревнива. Ей в Приданное Дано Было Зеркальце Одно. Свойство Зеркальце Имело, Говорить Оно Умело. С ним Одним Она была Добродушна, Весела, С ним Приветливо Шутила И Красуясь Говорила, Свет Мой Зеркальце Скажи, Да Всю Правду Доложи, Яль На свете Всех Милее, Всех Румяней И Белее. И Ей Зеркальце В ответ Ты, Конечно, Спору Нет. Ты, Царица, Всех Милее, Всех Румяней И Белее. И Царица Хохотать И Плечами Пожимать И Подмигивать Глазами И Прищелкивать Перстами И Вертеться Подбочась Гордо В Зеркальце Глядясь. Но Царевна Молодая Тихо-молком Расцветая Между тем Росла Росла Поднялась И Расцвела. Белолица Черноброва Нраву Кроткого Такого И Жених Сыскался Ей Королевич Елисей. Сват Приехал, Царь Дал Слово, А Приданное Готово Семь Торговых Городов До Сто Сорок Теремов. На Девишник Собираясь, Вот Царица Наряжаясь Перед Зеркальцем Своим Перемолвилась А с ним Яль, Скажи мне Всех Милее, Всех Румяней И Белее. Что Жи, Зеркальце, В ответ Ты Прекрасна, Спору Нет, Но Царевна Всех Милее, Всех Румяней И Белее. Как Царица Отпрыгнет, Да Как Ручку Замахнет, Да По Зеркальцу Как Хлопнет, Каплучком То Как Притопнет. Ах, Ты Мерзкое Стекло, Эту Врешь Ты Мне На Зло. Как Тягаться Ей Со Мною, Я В ней Дурь-то Успокою. Их, Какая Подросла. И Не Диво, Что Бела, Мать Брюхатая Сидела, Да На Снег Лишь И Глядела. Но Скажи, Как Можно Ей Быть Во Всем Меня Милее, Признавайся, Всех Я Краше, Обойди Все Царство Наше, Хоть Весь Мир Мне Ровной Нет, Так Ли? Зеркальце В Ответ. А Царевна Все Ж Милее, Все Ж Румяней И Белее. Делать Нечего. Она Черной Зависти Полна, Бросив Зеркальце Под Лапку, Позвала К себе Чернавку И Наказывает Ей Сенной Девушке Своей. Весть Царевну Вглуж Лесную И Связав Ее Живую Под Сусной Оставить Там На Съеденье Волкам. Черт Лис Ладит С Бабой Гневной. Спорить Ничего С Царевной Вот Чернавка В лес Пошла И В Такую Даль Свела, Что Царевна Догадалась И До Смерти И Испугалась И Взмолилась Жизнь Моя В чем Скажи Виновная Не Губи Меня Девица А Как Буду Я Царица Я Пожалую Тебя Та В душе Ее Любя Не Убила Не Связала Отпустила И Сказала Не Кручинься Бог С Тобой А Сама Пришла Домой Что Сказала Ей Царица Где Красавица Девица Там В лесу Стоит Одна Отвечает Ею Крепко Связаны Ей Локти Попадется Зверю В когти Меньше Будет Ей Терпеть Легше Будет Умереть И Молва Трезвонить Стала Дочка Царская Пропала Тужит Бедный Царь По ней Королевич Елисей Помолясь Усердно Богу Отправляется В дорогу За Красавицей Душой За Невестой Молодой Но Невеста Молодая До Зари В лесу Блуждая Между Тем Все Шла Дошла И На Терем Набрела Ей Навстречу Пес Залая Прибежал И Смолк Играя В Ворота Вошла Она На Подворье Тишина Пес Бежит За ней Ласкаясь А царевна Подбираясь Поднялась Она Крыльцо И Взялася За Кольцо Дверь Тихонько Отворилось Отворилось И Царевна Учутилась В Светлой Горнице Кругом Лавки Крытые Ковром Под Святыми Стол Дубовый Печь С Лежанкой Из Ростцовой Видит Девица Что Тут Люди Добрые Живут Знать Не Будет Ей Обидно Никого Меж тем Не Видно Дом Царевна Обошла Все Порядком Убрала Засветила Богу Свечку Затопила Жарко Печку На Палате Взобралась И Тихонько Улеглась Час Обеда Приближался Топот По Двору Раздался Входят Семь Богатырей Семь Румяных Усачей Старшой Молвил Что За диво Все Так Чисто И Красиво Кто То Терем Прибирал Да Хозяев Поджидал Кто Ж Выть И Покажися С нами Честно Подружися Коль Ты Старый Человек Дядей Будешь Нам Навек Коль Парень Ты Румяный Братец Будешь Нам Названой Коль Старушка Будь Нам Мать Так Станем Величать Коли Красная Девица Будь Нам Милая Сестрица И Царевна К ним Сошла Честь Хозяем Отдала В пояс Низко Поклонилась Закрасневшись Извинилась Что Не в гости К ним Зашла Хоть Звона И Не Была Вмиг По речи Те Спознали Что Царевну Принимали Усадили В уголок Подносили Пирожок Рюмку Полну Наливали На Подносе Подавали От зеленого Вина Отрекалась Она Пирожок Лишь Разломила Да Кусочек Прикусила Из Дороги Отдыхать Вот Просилась Накрывать Вот Вели Они Девицу Вверх Во светлую Светлицу И Оставили Одну Отходящую Ко сну День За днем Идет Мелькая А царевна Молодая Все В лесу Не скучно Ей У семи Богатырей Передут И неизарею Братья Дружною Толпою Выезжают Погулять Серых Уток Пострелять Руку Правую Потешить Сурочина В поле Спешить Или Башку Широких Плеч У татарина Отсечь Или Вытравить Из леса Пятигорского Черкеса А Хозяюшка Илона В тюрьму Меж тем Одна Приберет И приготовит Им Она Не Прекословит Не Перечит Ее Ни Так Идут За днями Дни Братья Милую Девицу Полюбили К ней В светлицу Раз Лишь Только Расцвело Всех Их Семеру Вошло Старший Молвил Ей Девица Знаешь Всем Ты Нам Сестрица Всех Нас Семеру Тебя Все Мы Любим За Себя Взять Тебя Мы Все Бы Рады Да Нельзя Так Бога Ради Помири Нас Как Небудь Одному Женою Будь Прочем Ласковой Сестрою Что Ж Качаешь Головою Аль Отказываешь Нам Аль Товар Не По Купцам Ой Вы Молодцы Честные Братцы Вы Мои Родные Им Царевна Говорит Коли Лгу Пусть Бог Велит Не Сойти Живой Мне С места Как Мне Быть Ведь Я Невеста Для Меня Вы Все Равны Все Удалы Все Умны Всех Я Вас Люблю Сердечно Но Другому Я Навечно Отдана Мне Всех Милей Королевич Елисей Братья Молча Постояли Да В затылке Почесали Спрос Не Грех Прости Ты Нас Старший Молвил Поклонясь Коли Так Не Заикнуся Уж О том Я Не Сержуся Тихо Молвила Она И Отказ Мой Не Вина Женихи Ей Поклонились Потихоньку Удалились И Согласно Все Опять Стали Жить Да Поживать Между Тем Царица Злая Про Царевну Вспоминая Не могла Простить Ее Она Зеркальце Своё Долго Дулась И Сердилась Наконец Об нем Хватилась И пошла За ним И Сев Перед Ним Забыла Гнев Красоваться Снова Стала И С улыбкою Сказала Здравствуй Зеркальце Скажи Да Всю Правду Доложи Я Ль На Свете Всех Милее Всех Румяней И Белее И Ей Зеркальце В ответ Ты Прекрасна Спору Нет Но Живёт Без Всякой Славы Средь Зелёные Дубравы У Семи Богатырей Та Что Всё Ж Тебя Милей И Царица Налетела На Чернавку Как Ты Смела Обмануть Меня И В Чём Та Призналась Ово Всё Так И Царица Злая Ей Рогаткой Угрожая Положила Иль Не Жить Иль Царевну Погубить Раз Царевна Молодая Милых Братьев Поджидая Пряло Сидя Под окном Вдруг Сердито Под крыльцом Пёс Залаял И Девица Видит Нищая Черница Ходит По двору Клюкой Отгоняя Пса Постой Бабушка Постой Немножко Ей Кричит Она В окошко Пригружу Сама Я Псу И Кое-что Тебе Снесу Отвечает Ей Черница Ох Ты Дитятку Девица Пёс Проклятый Одолел Чуть До смерти Не заел Посмотри Как он Хлопочет Выйти Ко мне Царевна Хочет Выйти К ней И хлеб Взяла Но С крылечка Лишь сошла Пёс Ей Под ноги И лает И к старухе Не пускает Лишь Пойдет Старуха К ней Он Лесного Зверя Злей Прямо Яблочко Летит Пёс Как прыгнет Завизжит Но Царевна В обе Руки Хвать Поймала Ради Скуки Кушай Яблочко Мой Свет Благодарствуй За обед Старушоночка Сказала Поклонилась И пропала Из царевны На крыльцо Пёс Бежит И ей В лицо Жалко Смотрит Грозно Воет Словно Сердце Пёс Еноет Словно Хочет Ей Сказать Брось Она Ей Волоскать Треплет Нежную Рукою Что Соколка Что С тобою Ляг И В комнату Вошла Дверь Тихонько Заперла Под окно За пряжу Села Ждать Хозяев А Глядела Всё На Яблоко Оно Соку Спелого Полно Так Свежо И так Душисто Так Румяно Золотисто Будто Мёдом Налилось Видны Семечки Насквозь Подождать Она Хотела До Беда Не Стерпела В руки Яблочко Взяла К Алым Губкам Поднесла Потихоньку Прокусила И Кусочек Проглотила Вдруг Она Моя Душа Пошатнулась Не Дыша Белые Руки Опустила Плод Румяный Уронила Закатились А глаза И Она Под Образа Головой На лавку Пала И Тихо Недвижно Стала Братья В ту пору Домой Возвращались А толпой С молодецкого Разбоя Им Навстречу Грозно Воя Пес Бежит И Ко двору Путь им Кажет Не к добру Братья Молвили Печали Не минуем Прискакали Входят Ахнули Вбежав Пес На яблоко Стримглав Слаем Кинулся Узлился Проглотил Его Свалился И Издох Напоено Было Ядом Знать Оно Перед Мертвую Царевной Братья В горести Душевной Все Поникли Головой И С молитвою Святой Славки Подняли Одели Хоронить Ее Хотели И Раздумали Она Положили Вдруг Вдруг Вести Ожидая Втайне Зеркальце Взяла И вопрос Свой Задала Яль Скажи мне Всех Милее Всех Румяней И Белее И Услышала В ответ Ты Царица Спору Нет Ты На свете Всех Милее Всех Румяней И Белее За невесту Своей Королевич Елисей Сводишь Зиму Теплую Весной Всех Нас Видишь Под Собой Аль Откажешь Мне Вот Вете Не Видало Где На свете Ты Царевны Молодой Я Жених Ей Свет Ты Мой Красно Солнце Отвечало Я Царевны Не Видало Знать Ее В живых Уж Нет Разве Месяц Мой Сусед Где Нибудь Ее Да Встретил Или След Ее Заметил Темной Ночке Елисей Дождался В тоске Своей Только Месяц Показался Он За ним С мольбой Погнался Месяц Месяц Мой Дружок Позолоченный Рожок Ты Встаешь Во тьме Глубокой Круглолицей Светлокой И Обычай Твой Любя Звезды Смотрят На Тебя А Лед Кажешь Мне В ответе Не Видал Ли Где На Свете Ты Царевны Молодой Я Жених Ей Братец Мой Отвечает Месяц Ясный Не Видал Я Девы Красной На Стороже Я Стою Только В очередь Мою Без Меня Царевна Видно Пробежала Как Обидно Королевич Отвечал Ясно Месяц Продолжал Погоди Об ней Быть Может Ветер Знает Он Поможет Ты К нему Теперь Ступай Не Печалься Жи Прощай Елисей Не Унывая К Ветру Кинулся Взывая Ветер Ветер Ты Могуч Ты Воняешь Стай Туч Ты Волнуешь Синем Море Всюду Веешь На Просторе Не Боишься Никого Кроме Бога Одного Аль Откажешь Мне В Ответе Не Видал Ли Где На Свете Ты Царевны Молодой Я Жених Ее Постой Отвечает Ветер Буйный Там За Речкой Тихоструйной Есть Высокая Гора В ней Глубокая Нора В той Норе Во тьме Печальной Гроб Качается Хрустальный На цепях Между Столбов Не Видать Ничьих Следов Вкруг Того Пустого Места В том Гробу Твоя Невеста Ветер Далее Побежал Королевич Зарыдал И Пошел К пустому Месту На Прекрасную Невесту Посмотреть Еще Хоть Раз Вот Спит В путь И царица Умерла Лишь Ее Похоронили Свадьбу Тотчас Учинили И С невестою Своей Обвенчался Елисей И Никто С начала Мира Не Видал Такого Пира Я Я Там Был Мед Пиво Пил Да Усы Лишь Обучил Сказка О царе Салтане О сыне Его славном И могучем Богатыре Князе Гведоне Салтановиче И о Прекрасной Царевне Лебеде Три Девицы Под окном Пряли Поздно Вечерком Кабы Я Была Царица Говорит Одна Девица То На Весь Крещеный Мир Приготовила Б Я Пир Кабы Я Была Царица Говорит Ее Сестрица То На Весь Бы Мир Одна Над Кала Я Полотна Кабы Я Была Царица Третья Молвила Сестрица Я Для Батюшки Царя Родила Богатыря Только Вымолвить Успела Дверь Тихонько Заскрепела И в Светлицу Входит Царь Стороны Той Государь Во Все Время Разговора Он Стоял Позадь Забора Речь Последней По всему Полюбилась Ему Здравствуй Красная Девица Говорит Он Будь Царица И Роди Богатыря Мне К Исходу Сентября Вы Ж Голубушки Сестрицы Выбирайтесь Из Светлицы Поезжайте Вслед За мной Вслед За мной За Сестрой Будь Одна Из Вас Ткачиха А Другая Повариха Все Не Вышел Царь Отец Все Пустились Во Дворец Царь Недолго Собирался В тот же Вечер Обвенчался Царь Салтан Запир Честной Сел С Царицей Молодой А потом Честные Гости На Кровать Слоновой Кости Положили Молодых И Оставили Одних В Кухне Злится Повариха Плачет У станка Ткачиха И Завидуют Они Государевой Жене А Царица Молодая Дело Вдаль Не Отлагая С Первой Ночи Понесла В Те Поры Война Была Царь Салтан С женой Простяся На Добра Коня Садяся Ей Наказывал Себя Поберечь Его Любя Между Тем Как он Далеко Бьется Долго И Жестоко Наступает Срок Родин Сына Бог Им Дал Воршин И Царица Над Ребенком Как Орлица Над Орленком Шлет Шлет Письмом Она Гонца Чтоб Обрадовать Отца Откачиха С поварихой Свать Тей Бабой Бабарихой Извести Ее Хотят Перенять Гонца Вилят Сами Шлют Гонца Другого Вот С чем От слова До слова Родила Царица В ночь Не то Сына Не то Дочь Не мышонка Не лягушку А неведому Зверюшку Как Услышал Царь Отец Что Донес Ему Гонец В гневе Начал Он Чудесить И Гонца Хотел Повесить Но Смягчившись На сей Раз Дал Гонцу Такой Приказ Ждать Царева Возвращения Для Законного Решения Едет С грамотой Гонец И Приехал Наконец От Качиха С поварихой С ватьей Бабой Бабарихой Обобрать Его Велят Да Пьяна Гонца Паят И В суму Его Пустую Суют Грамоту Другую И Повес Гонец Хмельной В тот же День Приказ Такой Царь Велит Своим Боярам Времени Не тратя Даром И Царицу И Приплод Тайно Бросить В бездну Вот Делать Нечего Бояре Потужив О государе И Царице Молодой В спальню К ней Пришли Толпой Объявили Царскую Волю Ей и сыну Злую Долю Прочитали В слух Указ И Царицу В тот же Час В бочку С сыном Посадили Засмолили Покатили И Пустили В океан Так Велел Царь Салтан В синем Небе Звезды Блещут В синем Море Волны Хлещут Туча По небу Идет Бочка По морю Плывет Словно Горькая Вдовица Плачет Бьется В ней Царица И Растет Ребенок Там Не по дням А по часам День Прошел Царица Вопит А дитя Волну Торопит Ты Волна Моя Волна Ты Гульлива И Вольна Плещешь Ты Куда Захочешь Ты Морские Камни Точишь Топишь Берег Ты Земли Подымаешь Корабли Не Губи Ты Нашу Душу Выплесни Ты Нас На Сушу И Послушалась Волна Тут же Немножко Как бы Здесь На двор Окошко Нам Проделать Молвил Он Вышип Дно И Вышел Вон Мать И Сын Теперь На Воле Видят Холм В Широком Поле Море Синее Кругом Дуб Зеленый Над Холмом Сын Подумал Добрый Ужин Был бы Нам Однако Нужен Ломит Он У Дуба Сук И В Тугой Сгибает Лук Сокреста Снурок Шелковый Натянул На Лук Дубовый Тонкую Тросточку Сломил Стрелкой Легкой Завострил И Пошел На Край Долины У Море Искать Дичины К Морю Лишь Подходит Он Вот И Слышит Будто Стон Видно На Море Не Тихо Смотрит Видит Дело Лихо Бьется Лебедь Средь Зыбей Коршун Носится Над Ней Та Бедняжка Так И Плещет Воду Вкруг Мутит И Хлещет Тот Уж Когти Распустил Клев Кровавый Навострил Но Как Раз Стрела Запела В Шею Коршуна Задела Коршун В Море Кровь Пролил Лук Лук Царевич Мой Мой Спас Мой Могуч Избавитель Не Тужи Что За Меня Есть Не Будешь Ты Три Дня Что Стрела Пропала В Море Это Горе Все Не Горе От Плачу Тебе Добром Сослужу Тебе Потом Ты Не Лебедь Ведь Избавил Девицу В Живых Оставил Ты Не Коршуна Убил Чародея Подстрелил В Век Тебя Я Не Забуду Ты Найдешь Меня Повсюду А Теперь Ты Воротись Не Горюй И Спать Ложись Улетела Лебедь Птица А Царевич И Царица Целый День Проведши Так Лечь Решились На Тощак Вот Открыл Царевич Очи Отрясая Грезы Ночи И Девясь Перед Собой Видит Город Он Большой Стены С частыми Зубцами А За Белыми Стенами Плещут Маковки Церквей И Святых Монастырей Он Скорей Царицу Будет Так Как Ахнет То ли Будет Говорит Он Вижу Я Лебедь Тешится Моя Мать И сын Идут К ограду Лишь Ступили За ограду Оглушительный Трезвон Поднялся Со Всех Сторон К ним Народ Навстречу Валит Хор Церковный Бога Хвалит В колымагах Золотых Пышный Двор Встречает Их Все их Громко Величают И Царевича Венчают Княжей Шапкой И Главой Возглашают Над Собой И Среди Своей Столицы С разрешения Царицы В тот же День Стал Княжить Он И Нарекся Князь Гведон Ветер На море Гуляет И Кораблик Подгоняет Он Бежит Себе В волнах На Раздутых Парусах Корабельщики Девятся На Кораблике Толпятся На Знакомом Острову Чудо Видят Наяву Город Новый Златоглавый Пристань С крепкою Заставой Пушки С пристани Полят Кораблю Пристать Велят Пристают К заставе Гости Князь Гведон Зовет Их В гости Их Он Кормит И поит И ответ Держать Велит Чем Вы Гости Торг Ведете И Куда Теперь Плывете Корабельщики В ответ Мы Объехали Весь Свет Торговали Соболями Чернобурыми Лесами А теперь Нам вышел Срок Едем Прямо На Восток Мимо Острова Буяна В царство Славного Салтана Князь Им Вымолвил Тогда Добрый Путь Вам Господа По Морю По Океану К Славному Царю Салтану Отменя Ему Поклон Гости В путь А Князь Гведон С берега Душой Печальный Провожает Бег Их Дальний Глядь Поверх Текучих Вод Лебедь Белая Плывет Здравствуй Князь Ты Мой Прекрасный Что Ты Тих Как День Неясный Опечалился Чему Говорит Она Ему Князь Печально Отвечает Грусть Тоска Меня Съедает Одолела Молодца Видеть Я Б Хотел Отца Лебедь Князю Вот В чем Горе Ну Послушай Хочешь В море Полететь За кораблем Будь же Князь Ты Комаром И Крылами Замахала Воду Шумом Расплескала И Обрызгала Его С головы До ног Всего Тут Он В точку Уменьшился Комаром Обратился Полетел И Запищал Судно На море Догнал Потихоньку Опустился На корабль И В щель Забился Ветер Весело Шумит Судно Весело Бежит Мимо Острова Буяна К царству Славного Салтана И Желанная Страна Вот Уж Издали Видна Вот На берег Вышли Гости Царь Салтан Зовет Их В гости И За ними Во дворец Полетел Наш Удалец Видит Весь Сияя В злате Царь Салтан Сидит В палате На престоле В венце С грустной Думой На лице А ткачиха С поварихой С ватьей Бабой Бабарихой Около царя Сидят И в глаза Ему Глядят Царь Салтан Гостей Сажает За свой Стол И Вопрошает Ой Вы Гости Господа Долго Ль Ездили Куда Ладно Ль За морем Иль Худо И Какое В свете Чудо Корабельщики В ответ Мы Объехали Весь Свет За морем Житье Не Худо В свете Ж Вот Какое Чудо В море Остров Был Крутой Непривальный Нежилой Он Лежал Пустой Равниной Рос На нем Дубок Единый А теперь Стоит На нем Новый Город Со Дворцом С Златоглавыми Церквами С Теремами И Садами А Сидит В нем Князь Гведон Он Прислал Тебе Поклон Царь Салтан Дивиться Чуду Молвит Он Коль Жив Я Буду Чудный Остров Навещу У Гведона Погощу От Качиха С поварихой С ватьей Бабой Бабарихой Не хотят Его пустить Чудный Остров Навестить Уж Диковинка Ну Право Подмигнув Другим Лукаво Повариха Говорит Город У моря Стоит Знаете Вот что Небез Безделка Ель В лесу Под елью Белка Белка Песенки Поет И орешки Все Грызет А орешки Непростые Все Скорлупки Золотые Ядра Чистые Изумруд Вот что Чудом В правый Глаз Повариха Побледнела Обмерла И И Окривела Слуги Свати И Сестра С криком Ловят Комара Распроклятая Ты Мошка Мы Тебя А он В окошко Да Спокойно В свою Дел Через Море Полетел Снова Князь У моря Ходит Синя Море Глаз Не Сводит Глядь Поверх Текучих Вод Лебедь Белая Плывет Здравствуй Князь Ты Мой Прекрасный Что Ж Ты Тих Как День Ненастный Опечалился Чему Говорит Она Ему Князь Гведон Ей Отвечает Грусть Тоска Меня Съедает Чудо Чудное Завесь Мне Б Хотелось Где-то Есть Ель В лесу Под Елью Белка Дива Право Не Безделка Белка Песенки Поет Да Орешки Все Грызет Орешки Неп Скорлупки Золотые Ядра Чистый Изумруд Но Быть Может Люди Врут Князю Лебедь Отвечает Свет О Белке Правду Бает Это Чудо Знаю Я Полно Князь Душа Моя Не Печалься Рада Службу Оказать Тебе Я В Дружбу С Ободренную Душой Князь Пошел Себе Домой Лишь Ступил На Двор Широкой Что Ж Под Елкою Высокой Видит Белочка При Всех Золотой Грызет Орех Изумрудец Вынимает А Скорлупку Собирает Кучки Ровные Кладет И С Присвисточкой Поет При Честном При Всем Народе В Осаду Ли В Огороде Изумился Князь Гведон Ну Спасибо Молвил Он Ай Да Лебедь Да Ей Боже Что И Мне Веселье Тоже Князь Для Белочки Потом Выстроил Хрустальный Дом Караул К нему Приставил И Притом Дьяка Заставил Строгий Счет Орехом Весть Князю Прибыль Белки Честь Ветер По морю Гуляет И кораблик Подгоняет Он Бежит Себе В волнах На поднятых Парусах Мимо Острова Крутого Мимо Города Большого Пушки С пристани Полят Кораблю Пристать Велят Пристают К заставе Гости Князь Гведон Зовет Их В гости Их И кормит И поит И ответ Держать Велит Чем Вы Гости Торг Ведете И куда Теперь Плывете Корабельщики В ответ Мы Объехали Весь Свет Торговали Мы Конями Все Донскими Жеребцами А теперь Нам вышел Срок И лежит Наш Путь Далек Мимо Острова Буяна В царство Славного Салтана Говорит Им Князь Тогда Добрый Путь Вам Господа По Морю По Океану К Славному Царю Салтану Да Скажите Князь Гведон Шлет Царю Де Свой Поклон Гости Князю Поклонились Вышли Вон И В путь Пустились К Морю Князь Весело Шумит Судно Весело Бежит Мимо Острова Буяна В царство Славного Салтана И Желанная Страна Вот уж Издали Видна Вот На берег Вышли Гости Царь Салтан Зовет Их В гости И за Ними Во дворец Полетел Наш Удалец Видит Весь Сияя В злате Царь Салтан Сидит В палате На престоле И в венце С грустной Думой На лице От Качиха С бабарихой Да с кривою Поварихой Около царя Сидят Злыми Жабами Глядят Царь Салтан Гостей Сажает За свой Стол И Вопрошает Ой Вы Гости Господа Долго Ль Ездили Куда Ладно Ль За морем Ль Худо И Какое В свете Чудо Корабельщики В ответ Мы Объехали Весь Свет За морем Житье Не Худо В свете Ж Вот Какое Чудо Остров На море Лежит Град На острове Стоит С Златоглавыми Церквами С теремами Да Садами Ель Растет Перед Дворцом А под Ней Хрустальный Дом Белка Там Живет Ручная Да Затейница Какая Белка Песенки Поет Да Орешки Все Грызет А Орешки Непростые А Все Скорлупки Золотые Ядра Чисты Изумруд Слуги Белку Стерегут Служат Ей Прислугой И Приставлен Дьяк Приказный Строгой Щет Орехом Весть Отдает Ей Войско Честь Из Скорлупок Льют Монету Допускают Вход По Свету Девки Сыплют Изумруд В кладовые Да Подспут Все В том Острове Богаты И Запнеет Везде Палаты А Сидит В нем Князь Гведон Он Прислал Тебя Поклон Царь Салтан Девица Чуду Если Только Жив Я Буду Чудный Остров Навещу У Гведона Погощу А Ткачиха С поварихой С Ватей Бабой Бабарихой Не Хотят Его Пустить Чудный Остров Навестить Усмех Усмехнувшись Из-под Тихо Говорит Царю Ткачиха Что Тут Дивного Ну Вот Белка Камушки Грызет Мечи Золотые В Груды Загребают Изумруды Этим Нас Не Удивишь Правду Ль Нет Ль Говоришь В Свете Есть Иное Диво Море Вздуется Бурливо Закипит Подымет Вой Хлынет Наберег Пустой Разольется В шумном Беге И Очутятся На бреге В чешуе Как Жар Горя Тридцать Три Богатыря Все Красавцы Удалые Великаны Молодые Все Равны Как На Подбор С Ними Дядька Черномор Это Диво Так уж Диво Можно Молвить Справедливо Гости Умные Молчат Спорить С нею Не Хотят Диву Царь Салтан Дивица А Гведон То Злится Злится Зажужжало И Как Раз Тетки Сел На Левый Глаз И Ткачиха Побледнела Ай И Тут же Окривела Все Кричат Лови Лови Да Дави Дави Вот Уже Постой Немножко Погоди А Князь В окошко Да Спокойно В свою Дел Через Море Полетел Князь У Синя Море Ходит Синя Море Глаз Не Сводит Глядь Поверх Текучих Вод Лебедь Белая Плывет Здравствуй Князь Ты мой Прекрасный Что Ты Тих Как День Ненастный Опечалился Чему Говорит Она Ему Князь Гведон Ей Отвечает Грусть Тоска Меня Съедает Диво Б Дивное Хотел Перенесть Я В Мою Дел А Какое Ж Это Диво Где То Вздуется Бурливо Океан Подымет Вой Хлынет Наберег Пустой Расплеснется В шумном Беге И Очутятся На Бреге В чешуе Как Жар Горя Тридцать Три Богатыря Все Красавцы Молодые Великаны Удалые Все Равны Как На Подбор С Ними Дядька Черномор Князю Лебедь Отвечает Вот Что Князь Тебя Смущает Не Тужи Душа Моя Это Чудо Знаю Я Эти Витязи Морские Мне Ведь Братья Все Родные Не Печалься Ступай В гости Братцев Поджидай Князь Пошел Забывший Горе Сел На Башню И На Море Стал Глядеть Он Море Вдруг Всколыхнулось Вокруг Расплескалось В шумном Беге И Оставило На Бреге Тридцать Три Богатыря В Чешуе Как Жар Горя Идут Витязи Четами И Блистая Сединами Дядька Впереди Идет И К К Граду Их Ведет С Башни Князь Гведон Сбегает Дорогих Гостей Встречает В Торопях Народ Бежит Дядька Князю Говорит Лебедь Нас К тебе Послала И Наказом Наказала Славный Город Твой Хранить И Дозором Обходить Мы Отныне Ежедневно Вместе Будем Непременно У Высоких Стен Твоих Выходить Из Вод Морских Так Увидимся Мы Вскоре А Теперь Пора Нам В Море Тяжек Воздух Нам Земли Все Потом Домой Ушли Ветер По морю Гуляет И кораблик Подгоняет Он Бежит Себе В волнах На поднятых Парусах Мимо Острого Крутого Мимо Города Большого Пушки С Пристани Полят Кораблю Пристать Велят Пристают К заставе Гости Князь Гведон Зовет Их В гости Их И Кормит И Поит И Ответ Держать Велит Чем Вы Гости Торг Ведете И Куда Теперь Плывете Корабельщики В ответ Мы Объехали Весь Свет Торговали Мы Булатом Чистым Серебром И Золотом И Теперь Нам Вышел Срок И Лежит Нам Путь Далек Мимо Острова Буяна В Царство Славного Салтана Говорит Им Князь Тогда Добрый Путь Вам Господа По Морю По Океану К Славному Царю Салтану Да Скажите Ж Князь Гведон Шлет Где Свой Царю Поклон Гости Князю Поклонились Вышли Вон И В Путь Пустились К Морю Князь А Лебедь Там Уж Гуляет По Волнам Князь Опять Душа Депросит Так И Тянет И Уносит И И Опять Она Его Вмиг Обрызгала Всего Тут Он Очень Уменьшился Шмелем Князь Обратился Полетел И Зажужжал Судно Князь Царь И Весть Гости Моря Ходит А Кого Же На Примете Ты И 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 Глаз Отвесть Днем Свет Божий Затмевает Ночью Землю Освещает Месяц Под косой Блестит А во лбу Звезда Горит А Сама То Величава Выступает Будто Пава Сладку Речь То Говорит Будто Реченька Журчит Только Полно Правда Ли Это Князь Со Страхом Ждет Ответа Лебедь Белая Молчит И Подумав Говорит Да Такая Есть Девица Но Жена Не Рукавица С Белой Ручки Не Стряхнешь Да За Пояс Не Заткнешь Услужу Тебе Советом Слушай Обо Всем Об этом Пораздумай Ты Путем Не Раскается Потом Князь Пред Не Стал Божиться Что Пора Ему Жениться Что Об этом Обо Всем Передумал Он Путем Что Готов Душою Страстной За Царевною Прекрасной Он Пешком Идти Отсель Хоть За Тридевять Земель Лебед Лебед Тут Вздохнув Глубоко Молвила Зачем Далека Знай Близка Судьба Твоя Ведь Царевна Это Я Тут Она Взмахнув Крылами Полетела Над Волнами И На берег С высоты Опустилась В кусты Встрепенулась Отряхнулась И Царевной Обернулась Месяц Под косой Блестит А Во лбу Звезда Горит А Сама То Величава Выступает Будто Пава А Как Речь Так Говорит Словно Реченька Журчит Князь Царевну Обнимает К белой Груди Прижимает И Ведет Ее Скорей К Милой Матушке Своей Князь Ей В ноги Умоляя Государня Родная Выбрал Я Жену Себе Дочь Послушную Тебе Просим Оба Разрешения Твоего Благословения Ты Детей Благослови Жить В совете И любви Над Главою Их Покорной Мать С Иконой Чудотворной Слезы Льет И Говорит Бог Вас Дети Наградит Князь Недолго Собирался На Царевне Обвенчался Стали Жить Да Поживать Да Приплода Поджидать Ветер По морю Гуляет И кораблик Подгоняет Он Бежит Себя В волнах На Раздутых Парусах Мимо Острого Крутого Мимо Города Большого Пушки С пристани Полят Кораблю Пристать Вилят Пристают К заставе Гости Князь Гведон Зовет Их В гости Он Их Кормит И Поит И Ответ Держать Велит Чем Вы Гости Торг Ведете И Куда Теперь Плывете Корабельщики В ответ Мы Объехали Весь Свет Торговали Мы Недаром Не Указанным Товаром А Лежит Нам Путь Далек Восвоясе На Восток Мимо Острого Буяна В царство Славного Салтана Князь Им Вымолвил Тогда Добрый Путь Вам Господа По Морю По Океану К Славному Царю Салтану Да Напомните Ему Государю Своему К Нам Он В гости Обещался А Доселе Не Собрался Шлю Ему Я Свой Поклон Гости В Путь А Князь Гведон Дома На Сей Раз Остался И С Женою Не Расстался Ветер Весело Шумит Судно Весело Бежит Мимо Острова Буяна К Царству Славного Салтана И Знакомая Страна Вот уж Издали Видна Вот На Берег Вышли Гости Царь Салтан Зовет Их В Гости Гости Видят Во Дворце Царь Сидит В Своем Венце От Качиха С Поварихой С Ваттей Бабой Бабарихой Около Царя Сидят Четырьмя Все Три Глядят Царь Салтан Гостей Сажает За Свой Стол И Вопрошает Ой Вы Гости Господа Долго Ль Ездили Куда Ладно Ль За Морем Ль Худо И Какое В Свете Чудо Корабельщики В Ответ Мы Объехали Весь Свет За Морем Житье Не Худо В Свете Ж Вот Какое Чудо Остров На Море Лежит Град На Острове Стоит Златоглавыми Церквами С теремами Садами Еле Растет Перед Дворцом А под Ней Хрустальный Дом Белка В нем Живет Ручная Да Чудесница Какая Белка Песенки Поет Да Орешки Все Грызет А Орешки Непростые Скорлупы Золотые Ядра Чистые Изумруд Белку Холят Берегут Там Еще Другое Диво Море Вздуется Бурливо Закипит Подымет Вой Хлынет Наберег Пустой Распреснется В скором Беге И Очутятся На бреге В чешуе Как жар Горя Тридцать Три Богатыря Все Красавцы Удалые Великаны Молодые Все равны Как на Подбор С ними Дядька Черномор И И Три Стражей Нет Надежней Ни Храбрее Ни Прилежней А у Князя Жонка Есть Что Не Можно Глаз Отвесть Днем Свет Божий Затмевает Ночью Землю Освещает Месяц Под косой Блестит А во лбу Звезда Горит Князь Гведон Тот Город Правит Всяк Ему Усердно Славит Он Прислал Тебе Поклон Да Тебе Пеняет Он К нам Где В гости Обещался А Доселе Не Собрался Тут Уж Царь Не Утерпел Снарядить Он Флот Велел А Ткачиха С Поварихой Свать Тей Бабой Бабарихой Не Хотят Царя Пустить Чудный Остров Навестить Но Салтан Им Не Внимает И Как Раз Их Унимает Что Я Царь Или Дитя Говорит Он Не Шутя Нынче Ж Еду Тут Он Топнул Вышел Вон И Дверью Хлопнул Под Окном Гведон Сидит Молча На Море Глядит Не Шумит Оно Не Хлещет Лишь Едва Едва Трепещет И В Лазоревой Дали Показались Корабли По Равнинам Океана Едет Флот Царя Салтана Князь Гведон Тогда Вскочил Громогласно Возапил Матушка Моя Родная Ты Княгиня Молодая Посмотрите Вы туда Едет Батюшка Сюда Флот Уж К острову Подходит Князь Гведон Трубу Наводит Царь На палубе Стоит И в трубу На них Глядит Там Ткачиха С поварихой С ваттей Бабой Бабарихой Удивляются Они Незнакомой Сторонне Разом Пушки Запалили В колокольнях Зазвонили К морю Сам Идет Гведон Там Царя Встречает Он С поварихой И ткачихой С ваттей Бабой Бабарихой В город Он Повел Царя Ничего Не говоря Все Теперь Идут В палаты У ворот Блистают Латы И стоят В глазах Царя Тридцать Три Богатыря Все Красавцы Молодые Великаны Удалые Все равны Как на подбор С ними Дядька Черномор Царь Ступил На двор Широкой Там Под елкою Высокой Белка Песенку Поет Золотой Орех Грызет Изумрудец Вынимает И в мешочек Опускает И засеян Двор Большой Золотою Скорлупой Гостя Дали Торопливо Смотрят Что ж Княгиня Дива Под косой Луна Блестит А во лбу Звезда Горит А сама Та величава Выступает Будто Пава И свекровь Свою Ведет Царь Глядит И узнает В нем Взыграло Ретевое Что ж я вижу Что такое Как И дух В нем Занялся Царь Слезами Залился Обнимает Он царицу И сынка И молодицу И садятся Все за стол И веселый Пир Пошел От Качиха С поварихой С сватей Бабой Бабарихой Разбежались По углам Их нашли На силу Там Тут Во всем Они признались Повинились Разрыдались Царь Для радости Такой Отпустил Всех Трех Домой День Прошел Царя Салтана Уложили Спать В пол Пьяна Я там Был Мед Пиво Пил И усы Лишь Обмотил